Ну здорово, сейчас будем снимать нашу копеечку. Вся родня выбирала, твои круглые фара. Так, ну что, всем здорова. Сейчас у нас тестовая съемка с петличкой. Впервые в жизни я буду снимать с петличкой. Айфон я буду использовать в роли рекордера. Что из этого полученных хер его знает? Ну вот там многие в комментариях просили в различных снять копейку. И наконец-то мы до нее добрались. Я надеюсь, меня слышно, во-первых. Я надеюсь, что будет реально слышно. Тут ветрено. Сейчас мы протестируем микрофон. Рассказываем историю копейки. Почему мы решили снять ее только сейчас. Я давно хотел ее снять, рассказать историю. А рассказать действительно есть что. В сентябре этого года, 19-го, ей будет 3 года. Ровно как мы владеем этой машиной. Это, ребята, пиздец. Я не встречал такой машины никогда. Вот с виду, это рассыпающаяся трахома. Но, чтобы не спиздеть, лично я, вот лично мой племянник, он на ней учился ездить. Мы на ней накатали, я сразу скажу, мы на ней накатали, в общем, если я не ошибаюсь, 20 тысяч километров. По-моему, 20 тысяч километров мы накатали. Не было ни единой поломки. Я не знаю, как это происходит, почему это... Это, короче, копейка с душой Тойоты. Я не встречал такого. У меня было много классик. Ну, различных машин было много. Как бы все это знают. Но я не встречал, чтобы копейка, блядь, 86-го года выпуска не ломалась. Почему я ее решил купить? На тот момент у меня не было машины. И я занимаюсь машинами. И, короче, когда вот покупаешь, продаешь. Допустим, купил тачку, да, какой-нибудь Ford, неважно что там, да. Продал, короче, и ты остаешься без колес. И, соответственно, ехать за машиной, это кого-то просить. Это, короче, либо на такси не напасешься, либо на общественном транспорте. И были такие случаи, что когда ты едешь за машиной, человек тебя ждет, ждет. Я говорю, все, дождитесь меня, приезжаешь, а машина уже продана, короче. Вот и поэтому. И было решено купить машину такую, чтобы была недорогая. По цене, грубо говоря, телефона или велосипеда. И чтобы она, ну, более или менее ездила. Просто хотя бы из точки А в точку Б по городу. И именно для города. Я начал искать копейки, шестерки, семерки, ну, классику, короче. Я выделил на это, по-моему, 25 тысяч. Если я не ошибаюсь, да, 25 тысяч рублей я выделил на это. И как бы, ну, не было ничего живого. Совершенно ничего. Я объездил несколько вариантов. И у меня на районе продавалась вот эта копейка. Я приехал вечером с Максом. Мы приехали. Мне понравилось. Она вот абсолютно так же выглядела. Единственное, у нее была резина убитая. И не было багажника. Абсолютно. А, и зеркала спортивные стояли. Вот эти, как на девятках, короче. Я их снял сразу. Она абсолютно так же... Не, не, вру, вру. Она была высокая. Я ее занизил, потому что, ну да, это цирк, это колхоз. Как бы, я не спорю. Сейчас, может быть, я не занижал бы. Ну, вид какой-никакой. Ну, у меня детство в жопе, видимо, играет. Короче, не знаю. Ну, мне нравится так. Короче, я купил ее. Я, когда купил, я сразу что сделал. Я поменял тасол. Я, ну, все эти жидкости поменял какие-то. Кроме масла, опять же. Вот. Ой. Микрофончик трогаю. Еще не привык с этим, с петличкой. Короче, я по мелочам довел до ума ее. Я, короче, купил на нее резину Тойо. Взял БУ. Диски. Ну, они свежие, но БУ на Авито нашел. То есть, ну, колесики стали свежими. И все, в принципе. И вот, я клянусь, там, верить и нет, как бы, ну, смысла врать нет. Короче, ни грамма. За 20 тысяч километров ни грамма, не ушло масла. Короче, что я делал. Два раза мы что-то настраивали сжигание, там, по 300 рублей отдавали. Я сразу купил аккумулятор. Сразу же, вот, как купил, я на свежение поехал, купил аккумулятор. Он мне обошелся в тысячу, по-моему, 600. И вот, недавно, кстати, вот, неделю назад, короче, у меня она стояла где-то час с ближним светом включенным. Я забыл выключить. Завелась с полоборота. Ему почти три года этому аккумулятору. И он заводится прям под, реально, с полоборота. И с поломок у нас что было? Ну, как бы, то есть, поломок не было, по сути. Было то, что надо было сделать с момента покупки. Да, я закрою, наверное. Короче, делать, ну, я ничего не делал в ней совершенно. Причем, представьте, пацаны, короче, малой мой, ну, племянник, научился на ней кататься. Вы сами знаете, как машина дрочится, когда на ней учишься ездить. Это ж просто пиздец, это, блядь, жесть. Я на ней перевез, я не знаю, херову кучу строительного материала. То есть, мы пристраивались. С чего мы только не возили. Тут была полная охерня ламината, короче. Полный салон ламината. Гипсокартона мы перевезли. Профилей, плитки, цемента. Причем, вот, на такой посаженной, реально на посаженной машине. Да, она вообще шкребла, она была вот так вот, короче, вот так она была занижена. И она ехала. И вот сейчас такой момент настает, почему мы решили снять сейчас этот обзор. Я очень давно хотел снять, но снимаю на память, чтобы осталось, ну, как бы, воспоминание какое-то на ютубе об этой машине. Реально люблю ее. Вот, блин, реально полюбил эту тачку, на самом деле. Как будто бы вот с лучшим другом расстаюсь. Вообще не подводят. То есть, у меня было такое, что Матис у меня не заводился. Три дня, короче, после мойки двигателя он не заводился. Это и похер. Она после мойки двигателя не завелась, но через полчаса она завелась и поехала, и все, ей насрать вообще. У нее, я не знаю, подшипник у нее гудит с момента покупки. То есть, я когда купил ее, вот 20 тысяч километров, да, я проехал практически, или 21, подшипник гудит, блядь, как будто бы ты взлетаешь на Боинге, я не знаю, блядь, 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 и она едет. Да, я могу доиграться, конечно, может колесо у меня заклинит, там вся херня, но сам факт, я не понимаю, как это вообще возможно, что машина не ломается, блядь, классика не ломается. Я вообще не понимаю этой херни, как это просто возможно. Я вот, когда я взял ее, короче, я ее поднял, там посмотреть, ну что надо сделать, там все резинки были высохшие, просто, блядь, они вот рассыпались, просто, как, я не знаю, как вот мел, вот такие высохшие вообще в хлам. Мне Ходерик сказал, надо сразу менять все сайлентблоки. Я все купил, короче, я там купил все сайлентблоки, там буквально на тысячу рублей, что ли, у меня там лежат они дома, целый пакет резинок этих всех. И все, руки не доходили, думаю, потом, 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 и до сих пор, блядь. И суть в том, что ты едешь, вот, покажи дорогу, пожалуйста, здесь, тут дорога не такая уж ровная, и действительно нету такого, что ты прям едешь, и как будто бы что-то отвалится. Слышно только, как гудит подшипник, но ничего не трахтит, блядь, я не понимаю, блядь, хотя там все менять уже надо, реально все менять, уже и шаровой, а, шаровую, кстати, я менял один раз, вот, да, шаровая стучала при покупке, я ее поменял сразу же при покупке. Я не понимаю, тут еще прикол с рулем, короче, сейчас, да, вот, если я смотрю. Вот, когда едешь, блядь, хоть и есть страх, что он останется у тебя, блядь, в руках. Короче, ладно, похер. Ну, это все настраивается, как бы, это все херня, там, надо подкрутить как-то червячный бал. Замок зажигания два раза я менял. Ну, это не в машине дело, это в запчасти делать говно. И вот сейчас, короче, я взял Deo Matisse у Макса, литровый, я тоже сниму на него обзор обязательно, потому что есть что сказать вообще про эту машину. И, пацаны, вот, просто, как бы, я сам не люблю русские тазы, как бы, очень-очень-очень херово о них отзывался, особенно тринашки-четырки. Ну, мне приятнее на копейки ездить гораздо, чем, там, на четырки. Вот, я не знаю, когда объяснить, но мне больше по душе эта машина, хрен его знает, она мягче. Салон приятнее для меня. Но это другая история. Короче, и мы сейчас взяли, короче, Matisse, я думаю, оставить его, как поджопник, то есть, ну, как рабочий вариант такой, то есть, как бы. А это продавать по одной причине, потому что, ну, в 2019 году уже тяжко на ней ездить, потому что машина немножко, скорость другая уже на дорогах у машин. Тормоза тут, конечно, остается желать лучшего. Matisse, как-никак, ну, мне нравится. Я знаю, что у всех понты, короче, пафос там, Matisse не машина, а это классная тачка для меня. Я считаю, это одна из лучших машин по соотношению цена-качество. И вот от этой мы решили потихонечку, потихонечку сбавляться, к сожалению, но и не хочется. И, короче, надо, вот. И решили записать такой, как бы, прощальный видос. Вот сейчас мы снимем обзор, потом, наверное, выложим послезавтра. И вот на днях я смонтирую, как бы, и выложу уже видосик. Почему она не ломается? Наверное, по одной причине, потому что я на ней езжу по городу буквально, ну, не больше, наверное, 40 км в час. Потому что, если ехать больше, то уже страшно становится. Если, как бы, по трассе, я один раз ездил на ней, по трассе тоже, как бы, ну, страшно вообще очень. Даже мост не будит, я не знаю, как бы, она едет и едет. Изложение, ну, она ведь, она вся, покажи, пожалуйста, она вся, вон, в шпатлевке, тут, блядь, как там, тут все в шпатлевке. Вообще, вот все, вот посмотри, вот эти места даже. Тут все в шпатлевке, тут должен быть шов. Она вся абсолютно в шпатлевке. Ну, крыша, кстати, у нее не особо прям там. Ну, она вся в шпатлевке. Короче, фары, фары, покажи задние фонари. Это тоже постоянно не работает. Чинили, чинили, короче, там, отходит, все прержавело, короче. Вид у нее, в принципе, даже в таком состоянии отличный. То есть, ну, она еще проездит года три. Смело, вообще, я думаю, тысяч 20 лет. Ее в нее чирик вложить, все поменять, да? Да, ну, надеюсь, да, не, поднищу там пара дырочек есть, короче. И лонжерончик там подлопнул. Надо его заварить, 2000 рублей стоит. Мы это делать уже не будем, я просто... Машина на мне оформлена, кстати. Я оформил ее, я все расскажу, кто будет покупать, пацанам. Там все расскажу, покажу подробно. И, как бы, пусть новый хозяин уже доведет до ума ее. Или доубивает, не знаю, как захочет. И посмотрим, что из этого будет. Номера, кстати, стоит обратить отдельное внимание номера. Номера могли быть либо вор, либо лох, короче. Ну, судя по тому, что я езжу на копейки, наверное, лох. Короче, что, багажник. Я поставил багажник сразу. Он, это обалденная тема, выручает вообще круто на самом деле. Идеально прям, никаких вообще скрипов, все четко. Я поменял зеркала. Зеркала стоят 300 рублей пара. Что я еще делал? Резина, диски, да, как бы, это, ну, как бы, это такое. Под капотом я не делал ничего. Единственное, что меня, ну, как бы, раздражает, это салон, блядь. Это, ну, посмотрите, покажи. Как бы сиденья, чисто два, вот эти два сиденья, ну, это кошмар. Мы уже подстилали, подстилали, ну, уже все, их просто выкинуть на мусорку и купить, короче, новые надо. Сейчас я с той стороны покажу. Вот. И просто, ну, как бы, поставить хорошие сидухи. Ну, мы решили уже, как бы, блин, купить уже, ну, взяли, Матис, уже взяли. И пусть уже человек, кто будет покупать себе, доведет ее до ума. Багажник давай покажем тоже. Багажник тоже такой, как бы, подсветочка, да, тут? Да, тут подсветка прикольная, кстати, сейчас покажу. Это я же сам, да, делал вроде бы. Я делал, да, я уже не помню. Честно. А, да, еще этот, да. Сейчас, а где она, сейчас. А чего она, блин, закисла, понял? Вот пазл. А вот, вот, вот. Вот такая подсветочка, яркая, на самом деле, ночью очень ярко. Запаску мы ни разу не ставили, короче. То есть, ну, на удивление, я не знаю, это, я просто честно, почему я вот, ну, с такими эмоциями, вот, фонарь не работает, она не ломается, она вообще не ломается. Может быть, я сейчас поеду, блин, у меня колесо отвалится, я не знаю. Может, я сглазил. Но сам факт, что копейка не ломается, как будто бы это Тойота какая-то. Я хер его знает, как это возможно. Покажи салончик вот сзади, если будет видно. Не будет видно? А видно, да? А, еще я что делал, я настраивал фары, 300 рублей я дал. Фары, кстати, я взял, они стояли новые, настроили мы фары за 300 рублей. Свет вообще четкий, офигенно освещает, четко дорогу, прям классно. И вот, на самом деле, единственное, да, страшно по трассе, ее немножко, как бы, да, и колбасит там. Диски надо протачивать, ну, лучше поменять эти тормозные диски, немножко, ну, биение есть. Ну, для города вообще пофиг, как бы. И в чем, вообще, суть всего моего обзора, что даже на копейки можно ездить без поломок, пацаны, если ее не убивать. Это техника. Я на ней езжу очень аккуратно. Ну, реально, я только для видео выебнулся, вот, юзом, как бы, это единственный раз в жизни. Ни разу не делал такого. Чисто, вот, напоследок, ну, для видео я сделал, как бы, такой, ну, занос. Просто, ну, как бы, поражать. Ну, прикольно, типа, для видоса, вся фигня, короче. И все, что мой малой, короче, что я ездим очень аккуратно. Плавное торможение, плавный разгон, то есть, все. То есть, машина служит, просто, я не знаю, я в ней уверен, как в самом себе, честно. То есть, я знаю, что она меня всегда, в любой момент довезет из точки А в точку Б. Да даже если не довезет. Стоимость запчастей, ну, смешная. Просто смешная, как на велосипед, ну, честное слово, реально. Стоимость ремонта превышает в разы, бывает, там, как бы, поменять там ту же шаровую. Шаровая стоит 150 рублей, и поменять вот 300 рублей. То есть, вот. Ну, и, короче, что. И решили мы продать вот на днях ее. Я не знаю, как она будет продаваться. Может, она будет продаваться год. Может быть, вообще мы ее никогда не продадим. Придется ездить на ней всю жизнь или на металл, знаете. Может, она уйдет за полчаса. Не знаю. Вот. Ну, я вам скажу так. Если берете русскую машину, чтобы не жаловаться, что она ломается, не убивайте. Да любую машину. Не убивайте тачки. Надо ездить аккуратно. Беречь технику. Я масло менял всего лишь один раз. Один раз я поменял масло. Она была чернючая уже. Вот. Но я не парюсь. Почему? Потому что двигатель стоит у нее там 4000, что ли, на Авито. Коробка 900 рублей я нашел на Авито. Ну, как бы, тут любая поломка, похер вообще. Ну, реально, похер вообще. И вот в этом кайф. Ну, реально, как бы, вот, офигенная тачка такая, если честно. Без мата не могу. Я пытался снимать обзоры без мата. Это, как бы, не я. Я матерюсь, блин. Да, это плохо. Я знаю, что смотрят дети. Но я не вижу ничего такого в мате, потому что мат это всего лишь слово. И это придумали люди, что, блин, вот, такое слово хорошее, такое плохое. Я ничего не вижу в этом такого. Это я передаю так свои эмоции, пацаны. Так что, убирайте детей от экрана, короче. И все равно дети будут материться рано или поздно. Вот. Так что, пацаны, вот так решили мы снять. Кстати, я нашел местечко, наконец-то, крутое. Видите, какое. Я теперь все обзоры буду снимать тут. И я надеюсь, что сейчас буду снимать почаще. Потому что реально не было места, где снимать. Потому что все пялисты, дикие, дикари, блядь. О, чего ты снимаешь, чего, братан. Короче, сейчас будут видосы почаще выходить, я думаю. Сейчас я смонтирую этот видос. Потом снимем матис. А потом, что появится, то и будем снимать, короче. Вот. На чем мы закончим? Подведем какой итог? То, что любая машина хороша, если ее не убивают. Так что, вот так вот, как бы, ну, заканчиваем снимать. Я не знаю, что получилось вообще из этого. Как вообще картинка. Потому что Саня меня снимает в первый раз. Как звук вообще. Впервые я записываю на петличку. Не знаю, что, как вообще. Ветер, не ветер там. Запишите, смогу ли я синхронизировать видео с аудио. Не знаю, что получится, пацаны. Короче, сейчас приеду домой и ночью буду пробовать. Все. Короче, пока. Вот. Я, честно, я просто всегда хотел кабриолет, но у меня никогда его не было. Поэтому я нашел выход из ситуации. Вот. Чем не кабриолет? Не, ну чем не кабриолет? Я еду вообще не с открытым верхом. Я еду вообще без верха. По кайфу, братва. По кайфу вообще. Пау.